всем привет серия по постройке корча переделка заднего привода в полный комплектация боевой люкс супер пупер сегодня в серии я прихватил стаканы чтобы поставить колеса и посмотреть какой будет лыренс в автомобиля небольшой выбор от в принципе более чем достаточно у нас в принципе по вывороту более чем аналогично и на этом же колесе также заваливается и так все ништяк . будет еще занижаться естественно вот такое у нас расстояние от края арки до колеса опять же повторюсь арки я выпиливал арки будут ниже я их вернув стандарт потом занижение по поводу занижения сейчас посмотрим сколько нужно будет занижать автомобиль граната 1 здесь другая там смотрите какой большой перепад то есть автомобиль будет занижен до уровня пока привод не будет прямо но так как у нас полный привод и при старте морда будет задираться мы опустим еще чуть ниже чтобы выровнять привод и немного его завалить и поставим стойки занижением со стокопружинами чтобы было все жестко нам нужно для того чтобы при подъеме морда то есть стойка уже была вытянута и морда выше не могла задраться вот таком случае как бы у привода меньше будет углов излома и изнашиваться он будет реже вот и естественным поднимется у него надежности кпд с противоположной стороны и видим то же самое все аналогично вот для тех кто интересовался арматура уберется сто процентов это пока что отсутствие средств на нормальный материал потом я изготовлю как надо я делал резы здесь здесь чтобы согнуть и ну как бы сделать форму определенного как бы усиление для редуктора так как редуктор у нас выворачивается так и на бок вот сверху у нас кронштейн крепления будет к лонжерону получше снять вот лонжерону а 2 кронштейн крепления которые вот здесь более маленький будет завязан к старому место рулевого редуктора рулевого редуктора не будет будет стоять рейка вот бмв вот она перевернута будет стоять спереди также рычаги у нас тоже пока что тестовый вариант чтобы тачку просто катать по гаражу потом будут разрабатывать нормальные рычаги здесь у нас пройдет труба вот и будет вставляться привод от бмв икса x5 и 53 он длинный получается и здесь будет находиться промывал подшипник с сальником потому что здесь у нас сальника как такового нет есть только резиночка чтобы этот редуктор прикрутился в поддон пока все ходит ходуном ничего не приварено сейчас будем уже смотреть по раздатке как ее закрепить кардан заводской 53 коробка zf310 раздатка у меня от бмв x5 е53 трехлитровый бензиновый под механику можно как бы опознать две раздатки автомата механика по валу у автомата она находится внутри корпуса в механике выступает ну как правило продают без этого вала типа делать уходящий так опять же вот по поводу коробочки небольшой обзор как сварена сварен просто великолепно обращайтесь в личные сообщения дам контакты человека который этим занимается также мы все знаем что коробка с классики не прикручивается на одно ухо так как она шире было варено дополнительное ушко с той же классической коробки или с бмв можно вырезать рассверлено под нужный диаметр и варено просто в колокол коробка прикручивается болтом стартер также встает идеально то есть проблем вообще никаких нет кончик обрезан это пример примерно сантиметр рабочий шток у меня с газели ну вилку я пока снял чтобы не мешалось цилиндр сцепления он по медному через переходник также бмв на и в цилиндра заходит вот выра клиренс как бы если она у нас будет ниже примерно на величину наверное своей же гранаты сейчас мы рулеткой измеряем сколько у нас примерно будет опять же колесики будут немного поменьше сама граната у нас здесь семь с половиной сантиметров от пола при условии что жопа занижена она еще будет задираться самая нижняя точка 19 сантиметров 19 сантиметров мы вычтем семь с половиной у нас получится 12 с чем-то сантиметров по моему или меньше там поправьте в комментариях в общем это нормальный просвет для самой нижней точки вот скрываться будет как жопа у нас поднимется морда чуть опустится потом . станет нормально как по стандарту и спереди можно какую-нибудь губу поставить чтобы она закрыла весь этот стыд и срам который я здесь и делаю вот но у нас цель полный привод и чтобы . валила как и конкретно вот так же раздатка будет размещаться я еще пока что точно не определил как и где но по типу него она будет висеть отдельно у нее будет свой промвал на шрузу бмв шнам и большой бмв шне ластички задний кардан аналогично будет идти стандартному то есть через за ластичку на раздатке есть как бы такой кронштейн хвостовик а передний кардан будет идти жестко с раздаткой но в этом месте будет стоять эластичка такой небольшой общий вид имеет вся эта конструкция знаете но не сказать чтобы страшно как бы единственная проблема это вот будет в будущем правильно сделать рычаги правильно их разместить сделать правильную форму переднюю подвеску вот этот пока тестовый вариант там кастер и где-то 8 или 5 вот и здесь аналогично так как я хочу машину использовать не только для дрэга но там может быть на какие-то другие национальные соревнования съездить вот ну или например для дрифта скинуть если раздатка будет заварены или поменяется заблокировка будет скинуть передний кардан и можно будет подрифтить так как углы достаточно неплохие колесо заваливается вот так что можно будет и дрифтом заняться с этой стороны аналогично и стоят колеса по отношению кузов ровно то есть у меня были рычаги и стояв ты дикие у меня были рычаги и стояв ты дикие они торчали очень сильно как бы из кузова и было палево и плюс у них было свое какое-то занижение вот на этих рычагах у меня никакого занижения не будет для тех людей которые переживают за то что оторвет подрамник его не оторвет он будет подвязан здесь за место крепления балки он будет подвязан с этой стороны вот уже пластина есть вот она пластинка будет небольшой каркас суда выходить то есть как балка прикручивается к этому каркасу будет прикручиваться тягами сам подрамник здесь аналогично конструкция сделана будет здесь тут я пока на прихватках сделал только ради того чтобы мы это держался мог катать и разместить редуктор с раздаткой правильно здесь же будет у меня кронштейн типа плоский с косыночкой и с обратной стороны тяги которые держит бампер здесь также будет косынка как бы к нашему подрамнику и будет надежно и будет хорошо все держать чтобы вы не писали я на этом все ровно буду ехать показывать достойные результаты вот в принципе больше пока нечего сказать как буду ставить раздатку естественно сниму выпуск всем спасибо за просмотр подписывайтесь вас ждет очень интересный контент гонки с мажориками будем всех наказывать на полном приводе но это в будущем следующем году имеем такую тему что раздатка стоит я очень точно попался с положением редуктора он там вот стоит вот кардан идет по днище выходит здесь здесь небольшая несовосность прям вот чуть-чуть есть и вот так особо даже незаметно но она есть я ее вижу что эластичка и шрус зарешают этот вопрос то есть однозначно если я там не буду использовать шрус то здесь эластичка и шрус все будет крут ну здесь кардан просто пойдет как по стандарт ушел у меня вниз оттуда сюда так и пойдет вот редуктор здесь у нас типа эластичка но пока я ее просто не купил так и оставлять не буду дальше идет кардан то я подпилю а так везде я подбил место в принципе есть под кардан вот так как раздатка будет висеть на кузове жестко вот либо я пилю подушку либо оставлю одну мягкую и сделают например еще одну мягкую как на ниве здесь в лонжерон будет она входить а другая будет сверху в салоне вот здесь между двух лонжеронов ну типа связывать как тоннель вот если жестко все это обварить можно подумать вот здесь вот видно как бы не видно но все равно как можно заметить есть не соусность 1 вот принципе чё пошлицам как и все боевые x и славится своими передними карданами то что у них все болтается здесь также все болтается все разбито вот но если ее ставить прямо вариант ставить здесь шрус вот это однозначно у меня даже есть как это все сделать то есть это не вопрос скорее все так и сделаю потому что но нереально попасть идеально вот здесь то есть относительно кардана редуктора то тут прямую соблюсти так чтобы вот этот вот с расстояние ну нереально если здесь его придвинуть левей как надо то у меня просто мотор как бы встанет как на ниве высоко либо поддон сильно пилить придется я конечно этого не хочу поэтому будет у нас вот так вот так она будет как бы немного торчать ну жопа задерется и уже неплохо среднем по поводу укрепления коробки к раздатке есть пару вариантов если мы оставляем напрямую тот кардан без шруза дополнительного чтобы как бы сыграть а чисто напрямую то здесь мы делаем два варианта либо у нас здесь шрус плюс эластичка либо у нас просто эластичка я хочу сделать просто эластичку потому что ну в принципе нормально должно получиться сюда мы делаем проставку на либо кусок кардана опять же вот море вариантов как это все собрать и все по сути делом состыковочку и здесь выход у нас пошел вот ну можно как раз так и поступить вот а если какие-то вибрации будут туда можно изобрести шрус все лицевые даже самый шрус что мне это все есть туда то есть не вопрос как бы все сделать так что вот так коробка будет располагаться более-менее нормально невысоко на данный момент карабас нас лежит на подрамнике но опять же вообще без любых вопросов мы можем поднять опустить любой зазор в принципе сделать какой нам нужен вот я думаю что здесь можно еще одну подушку поставить место есть но либо какую-нибудь резинку плотно завязать так сказать либо вообще ничего не использовать как выглядит все это дело снизу то есть так можем пошатать покрутить повертеть вот кардан все крутится нормально здесь очень маленький зазор но я потом все это решу принципе так вот получается по обвязке по подушкам опять же повторюсь снаружи будет колкол такой металлический съемные скорее всего будет а может быть не съемный нужно нам закрепить вот эту подушку скорее всего уши пойдут такие мощные сюда к лонжерону наверное прям и вверх домиком пойдут аналогично здесь с той стороны я болты откручу сделаю пластину переходную и также подвезу подвяжу к лонжерону либо через подушку либо жестко вот аналогично будет сделано вот здесь плита такая небольшая и если будет такой колокол интересный вот вокруг то я просто буду напрямую кузову прикручивать пускай что этот подушка она будет как бы мягкая до чтобы там сыграть как-то какие-то зазоры нюансы оставим ее не будем перепрессовывать но на крайняк отпилим вырежем из металла суда кружочки с двух сторон и в пазик ставим и прикрутим как бы это не вопрос будем надеяться что все получится ничего сложного по сути в этом нет главное желание деньги и еще раз желание